Здравствуйте, дорогие друзья. Смотрите, ну я предлагаю начать, конечно, с инаугурации Трампа. Это было в январе в начале года, инаугурация Трампа. Удивил ли вас, Уильям наш Трамп, за этот год? Вы были одним из тех, кто скептически относился к его избранию вообще, как к президенту, как к личности. Я к нему, да, скептически относился, ну как к личности, что называется, не жениться на нем. Это личное дело американцев. Я к нему скептически относился, как к человеку, при котором, возможно, наступит какое-то облегчение в российско-американских отношениях. Я считал, что облегчение не наступит. К сожалению, оказался прав. Он меня не удивил, честно вам скажу. Ну там есть какие-то детали, я же не мог предсказывать каждый его шаг, естественно. Но в целом, как раз это оказалось в русле ожиданий. Его непредсказуемость, его некоторая, я бы сказал, такая нервическая дерганность, происходящая как из того, что он не опытный политик, а всего лишь опытный бизнесмен. Это совершенно другая сфера деятельности. Так и из того, что он столкнулся с таким мощнейшим системным сопротивлением не только оппонирующей демократической партии, но и на всей государственной системе американской. Потому что он себя с самого начала так позиционировал странно, и система его не восприняла. И у нас считали, что по привычке, потому что у нас страна вертикальная, у нас всегда все от первого лица зависело. И первое лицо может, в принципе, при желании сломать через колено любую систему, которой у нас, в принципе, нет у нас никакой системы-то. Она у нас меняется в зависимости от того, какое первое лицо, что он под себя выстроит. А там система мощная, она уже не одну сотню лет насчитывает, и об нее Трамп обломал себе зубы и продолжает их ломать дальше. И это меня нисколько не удивило. Есть какие-то детали там, ну скажем, я считал, что он довольно быстро и лично поссорится с Путиным. Это на самом деле не очень масштабно, сейчас объясню почему. Но тем не менее приятно, что он хотя бы лично с Путиным, у него все в порядке, они друг другу не хамят, не грубят как-то было, скажем, с Обамой. Они вроде бы как на личном уровне готовы установить деловые и конструктивные отношения. Но другой вопрос, что системные отношения между странами таковы, что у них это совершенно не получается. Мало того, они становятся все хуже и хуже. Мало того, Трампу, поскольку он оказался под гнетом обвинений в таких неформальных отношениях с Москвой, с Кремлем, с тем же Путиным, ему приходится дистанцироваться. Он может как угодно симпатизировать нашему президенту, но демонстрировать этого он не может. По всему этому, конечно, нет никакого удивления, нет никакого изумления, есть разочарование. Но не у меня, потому что я этого ожидал. А что касается отношений России и США за этот год, вот с Трампом они стали хуже, лучше? Или все осталось как прежнему, или все-таки ситуация, в принципе, выровнялась? Ситуация продолжает, на мой взгляд, медленно, но неуклонно ухудшаться. Ничего хорошего за это время не произошло. Сейчас то, что мы имели при Обаме, воспринимается как более позитивный уровень, более высокий уровень отношений, чем то, что мы имеем сейчас. Из чего следует, что это зависит не лично от президента США, а это зависит совершенно от других, более объективных факторов. Мы никак не готовы отдать себе в этом отчет. Нам все время кажется, что вот будет очередная встреча без галстуков или без пиджаков, и заглянут друг в друга в глаза, и понравится, не понравится. Вы знаете, это не отношения между мужчиной и женщиной. Здесь совершенно другие факторы действуют. И здесь от личности президента что-то зависит, но по минимуму. То есть, просто элиты, скажем так, внутренние, американские, не хотят мира и дружбы с Россией. Поэтому и Трамп не может на это пойти. Вы знаете, и наши элиты не хотят дружбы с Америкой. А почему? Послушайте, что идет по нашим телеканалам. Когда вы в последний раз слушали что-нибудь дружелюбное о Соединенных Штатах? Вы знаете, когда мы устраиваем опросы, я лично устраивал в эфире опросы по поводу того, как вы относитесь к Соединенным Штатам и к Америке. Львиная доля опрошенных людей, слушателей наших, говорили, что положительно. Ну, да это Бог. Потому что нам жить в едином мире. Две великие державы. Две самые мощные военные державы. Поэтому, если будет все на разрыв, то это будет плохо и для тех, и для других. Но так или иначе, отношения межгосударственные очень плохие. На уровне Министерства иностранных дел. То есть, нашего МИДа и их государственного департамента идут взаимные такие, уже сквозь зубы, даже неприкрытые. Даже немножко на дипломатическом уровне постыдные грубости. Ну, это так, мы же видим. Но зато, вот вспомните, прошлый год, конец 16-го года, когда обсуждалось, кто же все-таки станет президентом США, очень часто звучало слово война. Вот как бы ни было войны, война будет, не будет. Постоянно шли эти обсуждения, а сейчас нет. Кто-то может на полном серьезе говорить о войне между нами и Штатами. Постоянно об этом говорили в конце прошлого года. Но это говорит, может, Бабкова подъезда. Помните, появилось такое значение, как гибридная война. Гибридная война идет и сейчас. Она и сейчас идет. Говорят об этом или нет. Идет холодная война, идет гибридная война. Но, слава богу, между холодной, гибридной, какой еще угодно, змеюкой гнусявой, и горячей войной с обменом бомбовыми, или, не дай бог, еще термоядерными ударами, не к ночи быть помянуты, совершенно колоссальная дистанция. И вот такая война, реальная, горячая, она, конечно, между нами невозможна, потому что это, все понимают, для этого должны оба лидера сбежать из дурдома просто, для того, чтобы начать такую войну, потому что это гарантированное уничтожение всего живого на Земле. Здесь победа, невозможная ничья, и это, в общем, всем достаточно очевидно. Ну, а что касается того, что новым президентом России, возможно, станет Владимир Путин, не так давно он объявил о своем выдвижении, причем как самовыдвиженец, что любопытно. Вот как вы считаете, ставит ли он свои задачи, как-то помириться со Штатами? Выгодно ли ему это? Нужно ли ему это? Мне, во-первых, понравилось слово «возможно» в ваших устах, возможно, станет президент Путин. Ну, давайте все-таки сохранять интригу, Николай Карлович. Ну, кто же ее будет сохранять? Почему мы ее должны сохранять? Интригу должно сохранять наше государство, для этого должны быть нормальные выборы, альтернативные, чтобы действительно были шансы не только у президента Путина. Ну, вот вам Ксения Собчак, чем не альтернатива? Да нет, ну, есть Ксения Собчак, есть и Владимир Больфович Жириновский, есть вот сейчас, кстати, довольно интересное, одно из событий последнего времени, кстати, важных, это то, что от КПРФ пойдет, и вообще от левых пойдет Грудинин, я считаю, что это реально. Глава совхоза имени Ленина под Москву. Да, реальный кандидат, конечно. Я думаю, что Гитарий Андреевич Юганов просто испугался, и у него были, и есть основания для того, чтобы бояться проиграть Жириновскому и занять не второе, а третье место на выборах. Поэтому он достаточно с готовностью пропустил на выборы вперед себя более молодого, еще не раскрученного и свежего кандидата, и правильно сделал. В интересах партии, конечно, и вообще в наших общих интересах освежения состава. Но главный кандидат, он тот же самый, и он, конечно, будет президентом, тут гадалки не ходить, что там, какое там возможно. Главная наша проблема в том, что у нас абсолютно выжжена поляна, у нас реально не раскручиваются кандидаты в президенты помимо одного главного, они реально на протяжении всего предвыборного периода на тех же основаниях не допускаются на федеральные телеканалы и так далее. Даже сейчас мы видим, что там, предположим, Ксения Собчак на удивление вдруг раз и чуть ли не каждую неделю на каком-нибудь крупном канале. И это просто фантастически воспринимается. Но сравнимые возможности с возможностями кандидата номер один, который даже не как кандидат, а как действующий президент. Каждый день во всех программах новостей главный ньюзмейкер. Ну, это же не сопоставимо. Значит, но что касается вашего вопроса о том, что заинтересован ли он в улучшении, да, он заинтересован, конечно, будучи реальным политиком, заинтересован Путин в улучшении отношений со Штатами, но вопрос в том, что на какие компромиссы он ради этого готов пойти. Понимаете, дело в том, что улучшение отношений с равным партнером, как минимум, я бы сказал, равным, это всегда компромисс, это всегда какие-то уступки. Уступки с их стороны, уступки с нашей стороны. Вот вопрос, на какие уступки Путин готов пойти для улучшения отношений со Штатами. Если не на какие, если он уверен, что мы правы по всем пунктам и ни на сантиметр не сдвинемся, тогда готов он или не готов, а улучшений не будет. Хорошо, прервемся на две минуты, после этого продолжим. С Николаем Карловичем в первой части мы говорили про, в основном говорили про Трампа, частично про выборы в России, ну и, конечно, про самого главного кандидата Владимира Путина. Теперь переходим к другим темам, внутренним. Вот не хватало в этом году внутренней политики, сейчас предлагаю поговорить про арест Кирилла Серебренникова. Тема, которая волновала и вас, потому что вы и поручались за Кирилла, были одним из тех людей, а их было много, кто поручался, хотя находились и те, кто смотрел на это абсолютно спокойно, такие как, например, режиссер Владимир Меньшов. И он недоумевал, а почему такая шумиха? Но вы, среди прочих, возбудились гораздо больше, чем он. Вот сейчас, спустя некоторое время после всего произошедшего, Кирилл Серебренников до сих пор остается под стражей, но он, по-моему, под домашним арестом сейчас находится, под домашним арестом. Вот, как вы сейчас смотрите на эту ситуацию? Во-первых, вот действительно, вы правильно сказали, обратимся к внутренней политике. В частности, об аресте Кирилла Серебренникова. Вот беда в том, что у нас внутренняя политика сейчас превратилась в череду таких громких, скандальных, уголовных дел. Но я же правильно... Правильно, абсолютно. Это я не к вам. Это я к реалиям нашим внутриполитическим. У нас о внутренней политике больше и сказать нечего, как о Борисе Серебренникова и о процессе Улюкаева. Но так больше у нас внутренней политики-то вроде бы как и нет. Вся политика международная. Баттл Ксимирона и Гнойного. Вот тоже колоссальная внутриполитика. Баттл Навального с Усмановым. Вот все внутриполитические события. Политика, это если бы у нас, скажем, серьез, очень серьезные проблемы нашей страны обсуждали бы, скажем, Путин и тот же там, не знаю, Грудинин, да, кандидат. Вот это политика. Вот это серьезно. И каждый предлагает свои пути выхода. А когда один предлагает пути выхода, а другой говорит, что у нас выходить нечего, потому что у нас все зашибись, как здорово. Это уже и вся политика обращается, значит, в дело Серебренникова. Это дело кислое. Но так тем не менее, о деле Серебренникова. Да, я за него поручался и не жалею об этом. Я за него поручался, потому что он режиссер с мировым именем. И мне лично очень удивительно, что именно он, режиссер театра, у нас теперь считается вроде бы как и подозревается в том, что он, по всей видимости, главный коррупционер в стране. Других нет. Вот именно режиссер театра. Улюкаев. Вот еще Улюкаев министр посадили. Захарченко. Захарченко вообще как бы левый человек, черт его знает, полковник, откуда у него эти миллиарды, откуда он мог стать коррупционером, кто ему столько давал. Значит, ясно, что тут дело не в Захарченко. Есть люди гораздо более крупные, которые почему-то, как бы мы не знаем их фамилий, а у них гораздо больше возможностей для коррупционной деятельности, чем у Захарченко. Значит, здесь явно имеет место какая-то организация, какой-то сговор, и мы ничего не знаем. Захарченко и все. Как в деле об убийстве Бориса Ефимовича Немцова. Вышли на какого-то сержантского звания человека, там, водителя, которого обвинили в том, что он организовал и убивал, а больше вроде никого и нет. Значит, вот в том, что касается Серебренникова, ну, понимаете, ну, смешно. Режиссер театра. Что он там воровал? Кресло? Ну, хорошо, деньги, которые пошли на спектакль. Его обвиняют в том, что спектакля не было, хотя спектакль был. И вот вокруг него раскрутили. У нас других коррупционеров нет. Когда президент говорит, что это не преследование, это расследование, я верю, но я еще больше верил бы, если бы у меня было больше доверия к нашему суду, тогда я бы верил, что да, расследование, и да, будет в результате установлена правда, и человек, если воровал, получит по заслугам, если не воровал, то будет оправдан. Я в это не верю. У нас оправдательных приговоров суд не выносит. Если человек попал на это место, на место обвиняемого, подсудимого, подозреваемого, все, коготок увяз птичке конец. Это уже, это не начало процесса. Васильева. Это уже конец. Вот, Васильева, правильный пример. Вот пример с Васильевой. Единственное исключение. Ильянинов, но он, по-моему, не был подозреваемым. Васильева, о которой и о ее начальнике, бывшем министре обороны, все вроде как уверены, что ну уж здесь-то все налицо. А нет, а выскользнуло. Я много раз говорил, я не сторонник того, чтобы сажать за решетку красивых женщин. Тут дело не в самой Васильеве, а дело в принципе. Вот она выскользнула, а Серебряников никак не выскользнет. Идет весь московский бомонд, все те люди, которые говорят, что это не преследование, а расследование. Все те люди, которые говорят, а что за шум? А что тут за хайп? В чем дело? Что за шухер? Ну, расследуют, ну, суд покажет. И все идут на премьеру его спектакля. Ну, Реев. И все аплодируют, и все в восторге. Это мне напоминает, конечно, ситуацию, вот, мы с вами как-то говорили, помню, на эту тему. Напоминает ситуацию с театром на Таганке, у которого был главный режиссер, покойный, великий режиссер советский театральный Юрий Петрович Любимов. И гнобили Любимова, запрещали его спектакли. Но как только его спектакль, все-таки он выйдет там на Брежнева. Спектакль разрешат, и все, весь ЦК КПСС, идет и с женами, и смотрит этот спектакль в восторге. И аплодирует. Вот здесь то же самое. Все ждут, как посадят Серебренникова, неизвестно за что, потому что с Улюкаевым тоже проблема-то не в том, что я стопроцентно верю там, предположим, в его чистоту. А проблема в том, что я ни на йоту не верю в то, что была доказана его вина. Она была не доказана. Главный свидетель не явился в суд после четырех кратных приглашений. Я имею в виду Игоря Ивановича Сечина. И тем не менее, ему дали серьезное очень наказание, которое дают там за весьма солидные преступления против личности. Он восемь лет получил, и огромный штраф. Понимаете? Повторяю, не доказано. Вот я боюсь, что то же самое будет с Серебренниковым. А я его очень уважаю как режиссера. Пока что не вижу никаких оснований сомневаться в его честности. Боюсь, что их не будет и после суда. Я, конечно, поручился за него. Ну еще о внутреннем. Был достаточно любопытный инцидент, эпизод. Не знаю, в нашей внутренней. Не знаю, можно ли это отнести к внутренней политике. Это, конечно, как я уже сказал, батл Навального с Усмановым. Вы помните, что Усманов внезапно стал блогером. Дважды плюнул в сторону Навального. Вы помните, в первом ролике он сказал, тьфу на тебя, Леша. Во втором сказал, тьфу на тебя еще раз. Вот что вы скажете, на самом деле, по поводу вот этого батла. Мы с вами говорили о том, что, возможно, эта история будет иметь продолжение. А получила ли она продолжение? Нет. С двумя роликами вроде как все и ограничилось. Да, по-моему, никакого продолжения. Вот эта история, это как раз, на мой взгляд, в некоем смысле свою политическую составляющую имеет. Потому что, ну, Навальный, несомненно, политик. Так, бизнесмены уровня Усманова у нас тоже, в общем, реальные политики, если у нас, возможно, политика вообще, в принципе. Поэтому Усманов в данном случае плевал на Навального, как бы представляя кремлевскую позицию. Ну, кто ты такой, Навальный, тьфу на тебя. То есть, это в русле такого общего опускания, унижения Навального, как политического деятеля. Который, конечно, имеет место в нашей стране. И, конечно, к сожалению, на это как минимум сквозь пальцы смотрит власть. А как максимум она это, в общем, и инициирует. Вот все эти плевания там и зеленка, и плевания со стороны Усманова, несомненно, конечно. Это так. Это кто ты такой, Навальный? Для того, чтобы выяснить, кто он такой, достаточно было бы допустить его на выборы. И вот он бы получил свой процент голосов, не знаю какой, но явно гораздо меньше, чем наш главный кандидат в президенты. Вот и выяснилось бы, кто он такой. И не надо погрубить ему, плевать на него, не произносить его имени. Ну, скажем так, Навальный и сам в этом смысле, я выражусь так, не припевочкой. Он сам и оскорбить может, и сказать радость. Он может, он может. Но понимаете, в чем дело? Настолько разное соотношение сил, Иван. Настолько разное соотношение сил между Навальным и государственной властью, что, естественно, иногда человека там и доводят, и он действительно не припевочкой, как вы правильно сказали. Но для того, чтобы выяснить, насколько он не припевочкой, достаточно было бы дать ему микрофончик и вывести его, так сказать, на достаточно большую аудиторию. Ну и тогда выяснилось бы, припевочкой он или нет. Что у него за душой, кроме общей критики и расследований по поводу коррупции, которые, кстати, на мой взгляд, важны, несомненно. Потому что коррупция – это страшная разъедающая язва нашего общества. И то, что он это расследует, расследует серьезно – это плюс. И то, что он вообще критикует власть, и критикует резко, жестко – это плюс. Власть в этом нуждается. Иначе она жиреет, жиреет и от этого слабеет. Как всякий человек, который перестает там получать физические нагрузки, и только лопает, лопает и лопает. Он становится жирным, и у него становится больным сердце, он рано умирает. Вот каждой власти нужны такие нагрузки, нужен тренинг в виде резкой, жесткой оппозиционной критики. Поэтому каждая власть нужна от своей оппозиции. У нас реальной, рейтинговой оппозиции нет. И когда там президент Путин говорит, ну что же вы хотите, чтобы я сам себе выращивал критиков, да, примерно так. Да, именно так. Именно каждая власть должна способствовать тому, чтобы у нее были критики. Тогда она нормально сменится на другую власть, у которой тоже будут критики, а потом она вернется. И вот эта вот нормальная такая смена, вот эти нормальные властные качели, они и есть политическая стабильность. Несохранение у власти одной и той же фигуры, одной и той же партии, одной и той же там группировки, будь то силовая или какая еще, есть стабильность. Это не стабильность, это загнивание. А вот регулярная законная смена власти, вот эта стабильность, у нас, к сожалению, этого не происходит. Хорошо, прервемся на две минуты, после этого продолжим. В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин, а также историк, журналист Николай Сванидзе. Что касается Навального, хочется задать такой вопрос, раз уж вы сказали про коррупцию. Ну, вы смотрели, наверное, его фильм. Вот расследование про Соловьева, это было вообще к чему? Про телеведущего Соловьева. Он показал, смотрите, у Соловьева вон сколько имущества и все такое. А Соловьев ему ответил, ты знаешь, ну я неплохо зарабатываю вообще. Я считаю, нормальное расследование, нормальный ответ. Вот так же, как с Соловьевым, должно быть и с властью. Насколько я понимаю, Навальный опубликовал правду. Ну и Соловьев ответил правду. Навальный ответил, вот так, 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 и так, вот у тебя такая недвижимость, вот у тебя такая собственность, вот у тебя столько бабок. На что Соловьев ответил, а я их, собственно, легально заработал и плачусь с них налоги. И это все куплено на мои деньги. Вот такого рода диалог, справедливый, с обеих сторон, он мог бы состояться и с властью, не только с телеведущим Соловьевым. И каждая страна была по-своему права. Вот там, условно говоря, не только с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, но и с другими персонажами властными, и с властью в целом. Вот он публикует, а хорошо бы не только он, власть должна быть готова к подобного рода расследованиям. Вот он публикует подобного рода разоблачения, и пусть власть оправдывается. Да, нормально. Это потому что в паблике народ должен знать, что происходит с людьми, которых он народ выбирает. Если они воруют, ну тогда нужно, чтобы процесс начинался уголовный. Если нет, так нет. И вовсе не нужно осуждать за подобного рода разоблачения, даже если они ложные, даже если они оказываются не вполне там обоснованными. Потому что если боятся ошибиться, то тогда не будет никаких разоблачений никогда. И все будут воровать, воровать и воровать. Поэтому я считаю, что это совершенно нормально. Как-то в рамках картины недели я еще хотел попросить вас сравнить Саакашвили и Навального. Помните? Тут, в принципе, повод есть. Саакашвили в этом году остался без украинского паспорта, хотя до этого руководил Одесской областью, был губернатором. Но сейчас он прорвался на Украину и пытается там занять место. Ну если не премьера, то президента. Или наоборот, если не президента, то премьера. И постоянно говорит об этом, бегает по Майдану. Привлекает к себе внимание всеми возможными способами. А вот если сравнить Саакашвили и Навального, как вот, собственно, двух таких ярых оппозиционеров России на Украине. Саакашвили, можно как угодно над ним там стебаться из Москвы и так далее. Но он бывший президент суверенной страны. Он бывший президент Грузии. Все. Мало того, он там очень многого добился. Мы сейчас говорили о борьбе с коррупцией. Вот в этом они сходны с Навальным. Несомненно. Не только по своей энергетике, по своему несомненному личному мужеству. Но они еще сходны потому, что у них у обоих цель борьба с коррупцией. Но Навальный не может бороться с коррупцией, потому что у него нет власти. Он может только там публиковать разоблачение. У Саакашвили власть была в Грузии. И он в стране, в которой вообще между коррупцией и силовыми структурами можно было ставить просто знак равенства. Когда говорили Грузия и коррупция, ну все сразу начинали хихикать. И он в Грузии поборол коррупцию. Это фантастика. Это колоссальное достижение. То, что он стал непопулярен в Грузии, это другой вопрос. Вообще мало кто из реформаторов, удачных, неудачных, мало кто из реформаторов, он популярен в своих странах. Нет пророков в своем отечестве. То, что он пытается еще чего-то добиться на Украине, ну это на мой взгляд интересно. На мой взгляд у него ничего не получится. Хотя потому что он не украинец. Других параллелей между ним и Навальным, ну только что оба такие вот активные оппозиционеры. Несомненно с популистским акцентом. Политикам, публичным популизм не противопоказан. Им же надо людям нравиться. А почему вы считаете, что вот если не украинец, то не сможет стать президентом? Ну представьте себе, что к нам бы приехал политика с другой стороны, пусть даже хорошо знающий русский язык, и стал бы претендовать на то, чтобы стать президентом в нашей стране. Я не думаю, что у него бы получилось. Будь он какой угодно умный, деловой и так далее, но если он там не православный, и у него не русское имя, отчество, фамилия, я не думаю, что у него и шанс стать президентом России. Сколько Америка шла, сколько десятилетий к тому, что у него стал президентом темнокожий человек, Барак Обама. Это, кстати, огромная заслуга страны и народа. У нас это еще впереди, чтобы там у нас, скажем, предложим, мусульманин стал президентом страны. Сейчас такое невозможно. На Украине тоже. Хотя Украина страна в этом плане другая, но тем не менее грузин, который был президентом Грузии, с грузинской фамилией, я не думаю, что у него и серьезные шансы стать президентом Украины. Что касается Сергея Семеновича Собянина, давно хотел с вами поговорить, нам как-то не выпадала такая возможность. Ну, во-первых, в этом году прокатился снос пятиэтажек по Москве, которые назвали реновацией. Это, в принципе, то, что ждет всю Россию, вот эта смена пятиэтажек на более высотные здания. Можно ли это, во-первых, считать хорошим таким политическим ходом господина Собянина, плюс появились, если не слухи, то конкретные разговоры по поводу того, что Собянин может занять премьерское кресло. Собянин напомнил, что он работал в администрации президента и в аппарате правительства. Вот цитата. «Я считаю, что это очень тяжелая и неблагодарная работа, поэтому, если можно, это не для меня». Ну, я думаю, что если, тем не менее, к нему обратятся, такой настоятельной просьбой, он не сможет отказать. И он пойдет на такие жертвы и вернется в Кремль в каком-нибудь качестве. Поэтому здесь, я повторяю, дело не в том, что говорит Собянин. Он ведет себя в традициях нашей нынешней политической культуры. У нас не принято говорить о своих политических амбициях. Это считается дурным тоном. Вроде как, чуть ли не измена Родине. У нас же есть президент. Все, ты хочешь стать президентом? Ты что, хочешь свергнуть действующего президента? Президент назначил премьер-министра. А ты метишь на это место? Значит, ты не согласен с решением действующего президента? Да ты кто? Нет, он действует вполне нормально. Перспективы у него, несомненно, есть. Вот эта вот история с пятиэтажками, которая очень многим не понравилась, очень многим понравилась. Тут все зависит от того, что дальше будет. Потому что пятиэтажки пятиэтажками. Главная проблема Москвы – это ее пропускная способность, это пробки. Насколько Собянину удастся разрулить эту проблему, пока не удается. Вот это серьезно. Потому что вот это огромное недовольство всего колоссального нашего водительского корпуса. А водительский корпус – это фактически все москвичи, так или иначе. Либо сидят за рулем, либо сидят рядом с тем, кто сидит за рулем. За последние четверть века наша страна села на колеса, в хорошем смысле этого слова. Автомобиль перестал восприниматься как предмет роскоши, а стал средством передвижения. И очень важно, можно ли проехать по городу. По городу сейчас проехать крайне сложно. Вот это проблема. Но стать премьер-министром, она нисколько Собянину не помешает. Потому что премьер-министр у нас не народ выбирает, а назначает президент. И если президент по тем или иным причинам сочтет, что Собянин достоин и выгоден ему, президенту, в этом качестве. Но он будет премьер-министром и все. О столетии революции, конечно, хотелось бы поговорить. Первый вопрос. Как это событие за весь год прошло, как вы считаете, сдержанно? Или все-таки было очень много таких слишком уж вычурных возгласов? А то вернем революцию и все такое. И Советский Союз, вперед, Ленин, партия и т.д. и т.п. Возгласы имели место. Это, естественно, в основном со стороны представителей Коммунистической партии Российской Федерации. Потому что это ее революция сейчас, на данный момент. Это ее идеология. Это ее люди. У нее Ленин и особенно Сталин просто начертаны на знаменах. Поэтому, конечно, КПРФ и руководство КПРФ не могло пропустить такой шанс. В остальном отмечание, я не могу сказать празднование, потому что празднование относится к празднику. Тут праздновать-то, учитывая контекст нашего последнего столетия, праздновать-то особо нечего, прямо скажем. Но отмечание вот этого столетия, событий 1917 года, оно прошло более чем сдержанно. Именно по той причине, что власть так и не пришла к выводу радоваться или горевать. Воздух чепчики бросать или рыдать. Что было сто лет назад? Сказать, что это было замечательно. Нельзя, потому что произошли дальше огромные трагедии. Их не вычеркнешь. И потом Советский Союз, рожденный революцией, он рухнул. Добро бы уже ли в Советском Союзе. Тогда можно было сказать, что это историческая победа и так далее. Но Советского Союза-то уже нет. Значит, выяснилось, что это, если была историческая победа, она была очень кратковременной, если брать по историческим меркам. А потери колоссальные за этот период. И потом переворот был. Законную власть свергли. Что, конечно, всегда плохо. И на взгляд нашего нынешнего руководства это совсем никуда не годится. Законную власть свергать нельзя. Это какая-то оранжевая революция. Просто никуда не годится. А с другой стороны, говорит, что все было плохо, тоже нехорошо. То, что как-то все было плохо. Не может быть, чтобы у нас в истории было плохо. У нас все равно в истории было хорошо. И потом родился Советский Союз. А Советский Союз, это была замечательная совершенно империя. И развал Советского Союза, как говорил президент Путин, это главная геополитическая катастрофа 20 века. Поэтому и так нельзя. Значит, поскольку и так нельзя, и эдак нельзя, то лучше всего никак. Поэтому про события столетней давности практически умалчивали. В общем, была фигура умолчания. И Наталья Поклонская стала самым популярным в СМИ депутатом Госдумы. Ну, конечно, это в первую очередь связано с ее критикой в адрес Алексея Учителя, режиссера. Режиссера, в частности, фильма «Матильда», который госпожа Поклонская на протяжении всего года без малого критиковала настолько резко, что едва не сорвала, а в принципе даже частично и сорвала показы в кинотеатрах. Ну и вообще у многих отбило желание его смотреть. Потому что, насколько я знаю, в итоге он не то чтобы там прям супер-супер окупился. В том, что касается госпожи Поклонской, сначала приведу ее цитату. Вот она недавно нам в эфире сказала. Я продолжаю оставаться офицером и не буду врать. Я не могу ощущать себя иначе, нежели прокурор. Я остаюсь быть прокурором, даже будучи в Думе. Я совершенно спокойно отношусь к тому, как меня воспринимают, положительно или негативно. Если бы я заботилась о своем имидже, вот няши-мяши, старалась бы быть такой всегда, чтобы меня все любили, я бы, наверное, занимала другую должность. Удобная, неудобная тема, но если я вижу, что нарушен закон, что нарушены права, я за справедливость. Поверьте, я делаю все искренне, по совести, не задумываясь. А как это отразится на моем имидже? Будут ли меня потом любить и называть няшей? Если бы я об этом думал, я бы сидела, фотографировалась и улыбалась всем. Вот, собственно, конец цитаты госпожи Поклонской. Но что вы скажете о ней, как о политике? Как о политике, ничего. Она не политик. Она сидит в Думе, занимается политической деятельностью. Не всякий, кто сидит в Думе, политик. Понимаете? Для того, чтобы сидеть в Думе, достаточно иметь там кресло. Вот у нее там есть кресло, она там сидит. Потому что то, чем она занимается, конечно, это не политика. Это проявление каких-то фанатических, архаичных, древних таких взглядов, которые она, пользуясь своим думским положением и своими связями личными, старательно пыталась проводить жизнь. Слава Богу, у нее это не получилось. Говорить о ее популярности, на мой взгляд, не приходится. Это не популярность, это упоминаемость. Это не одно и то же. Я думаю, что популярным политиком она сейчас не является. Если бы она сейчас попыталась создать политическую партию, одна, без поддержки своих каких-то идеологических, я бы сказал, не то что сторонников, а скорее, может быть, даже шефов. Потому что, конечно, она не идеолог. У нее, я думаю, что за ее спиной стоят идеологи, которые пользуются ее именно лицом. Она красивая женщина, помимо прочего. У нее известное имя. Вот они пользуются ее лицом для того, чтобы вот эту вот очень древнюю, архаичную, реакционную политическую линию пытаться проводить жизнь. Слава Богу, в данном случае ничего не получилось. Но здесь нужно разделительную грань иметь в виду, действительно, между госпожой Поклонской, как красивой молодой дамой, которая сидит в думе, и человеком-носителем определенных взглядов, которая, в общем, не имеет отношения к реальной жизни. Хорошо.